День города в эфире. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте. Прямо сейчас мои коллеги расскажут о главных темах дня. Смотрите сегодня. Чистый город. В администрации озвучили план уборки улиц. Есенин Вечин, временно исполняющий обязанности губернатора области, загадал желание у памятника поэтов Константинова. Пожарные у нас огонь. Эксперты МЧС рассказали о своей работе. Весна окончательно вступила в свои права. Расставший стремительно снег, обнажил целые горы мусора на городских улицах и в парках. Конечно, виной такой ситуации частенько становятся сами горожане. Но это вовсе не означает, что бутылки, пакеты и прочие отходы жизнедеятельности будут валяться на каждом шагу. Городские власти уже составили план субботников и других мероприятий, цель которых – привести город в порядок. Как это будет происходить, расскажет Анна Герцовская. Ранняя весна пришлась по вкусу не только горожанам, но и работникам администрации города. На брифинге, который состоялся в среду, журналистам был представлен новый начальник управления благоустройства города Владимир Луканцов. Ранее он занимал должность начальника управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области. То, что у нас так рано сошел снежный покров, это дает нам даже определенные возможности в этом году. В частности, по приведению нормативного состояния дорожной сети и проведению этих работ по озеленению, по благоустройству в целях создания комфортной городской среды. По оценкам экспертов, весна наступила на 18 дней раньше, чем ожидалось. Это дает возможность городским службам незамедлительно приступить к работам, чтобы к наступлению первомайских праздников Рязань перешла в формат летнего сезона. Запланировано проведение трех общих городских субботников. Субботники у нас будут проводиться 25 марта, 8 апреля и 22 апреля. Но на уборку городских территорий уже с сегодняшнего дня у нас вышли общественные организации. Сегодня уже убирается сквер Кремлевский на площади Соборной, а также производится уборка тротуаров и зеленых зон на центральных улицах города. Центральные улицы города будут убираться до конца недели. Вывоз мусора, приведение в порядок тротуаров, бордюров – это все обязательно. Но о более живом преображении города стоит сказать отдельно. В этом году впервые на Лыбецком бульваре появятся так называемые аптекарские огороды. Хотя в этих грядках будет присутствовать и лук, и лук-парей, то есть различные овощные культуры, но в первую очередь это декоративность. Так что есть капусту и лук не нужно. В необычном формате привычные овощи и та же ромашка будут располагаться на Лыбецком бульваре для красоты. Кроме этого, в городе будет высажено 420 тысяч единиц цветочной рассады. Изменится и расширится ассортимент. Вместо 28 видов теперь будет 36. От некоторых придется и отказаться. С другой стороны, впервые появится 9 видов многолетних цветов. Основу многих композиций составят канны, которые не появлялись на улицах города долгие годы. Розарии также оживятся. К лету будет добавлено около 2000 роз. Эти колючие растения за последние три года хорошо прижились и рязанцам весьма нравятся. Традиция по их разведению будет продолжаться. Все вышеперечисленные моменты будут выполнены силами дирекции по благоустройству города. Но это еще не все. У нас запланировано несколько акций с привлечением учащихся образовательных учреждений, учащихся спортивных учреждений, культурных учреждений, а также ТОСов. Будет акция «Миллион цветов городу». Точно так же дети будут выращивать рассаду. И уже они приступили к этому в образовательных учреждениях. И точно так же будет дан старт этой акции в начале июня. Так что, как и в прошлом году, школьники высадят свою рассаду на специально выделенные клумбы, а затем смогут ухаживать за ними. Кроме того, в городе будет посажено 400 деревьев и свыше 5000 кустарников. Отдельное внимание будет уделено работе в сфере обустройства автомобильных дорог. Для этих целей в 2017 году будет приобретена техника общей суммой на 30 миллионов рублей. Некоторые из машин, предназначенные для уборки улиц, станут новинками для нашего города. Поэт, ставший символом не только Рязанского края, но и великой страны в целом, любим многими спустя столетия. Каждый из нас находит нечто близкое, родное в его песенном слове. Не остался в стороне от творчества нашего великого земляка и временно исполняющей обязанности губернатора региона Николай Любимов, который посетил родину Есенина Константинова. Валерий Седов пытался понять, чем же поэзия Есенина так трогает сердца людей. В Рио Рязанского губернатора Николай Любимов посетил музей-заповедник Сергея Есенина. Первым делом политик возложил цветы к памятнику поэту и подержался за его палец. Согласно примете, это поможет исполнить загаданное желание. И это, вероятно, принесло свои плоды. Ведь 2020 год может быть объявлен годом Сергея Есенина. Дата выбрана не случайно. Пройдет 125 лет со дня его рождения. Хоть поэт и прославленный рязанец, мы решили узнать, какой отпечаток он оставил в сердцах наших горожан. Вы знаете, кто такой Сергей Есенин? Конечно. Кто это? Это великий русский писатель и поэт, который родился в городе Рязани, в село Константинова. Белая береза под моим окном распустилась снегом, точно с серебром. И стоит береза в солнечной листве. Конечно, поэт Рязанский, замечательный поэт. Клен ты мой опавший, клен ты леденелый. Что стоишь качаясь, под метелью белое. Это великий русский поэт, уроженец села Константинова, Рыбинск район Рязанской области. Разбуди меня завтра рано, моя терпеливая мать. Я пойду над дорожным курганом золотого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще следствия широких колес на лугу. Треплет ветер за облачной кущей, золотую его дугу. Великий русский поэт серебряного века. Клен ты мой опавший, клен ты леденелый. Что стоишь качаясь, под метелью белое. Да, конечно, это наш поэт. Русский поэт, Рязанец. Не зову, не плачу, все пройдет как с белых. Яблонь дым, увядание золотом охваченным, я не буду больше молодым. Поэт. Русский поэт. Ну как, великий российский, ну, русский поэт. Ну, наш земляк, он русский поэт считается. Письмо к женщине, Есенин. То есть вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Ух ты, русский наш рязанский поэт. Поэт наш великий. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полавим при луне на тихую и бесшумную погоду. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней сюда случайно вдруг не заходила, она придет. Даю тебе поруку. Из-за меня в нее ставить взгляд, ты за меня лезни ей нежно руку. За все, в чем был и не был виноват. Закон о защите прав потребителей отмечает в этом году свой 25-й день рождения. Вот уже четверть века прошла с тех пор, как документально были закреплены все нюансы в сфере взаимоотношений потребителей и поставщиков услуг. За эти годы многое изменилось. В закон постоянно вносятся поправки. В ногу со временем и динамично развивающимся законодательством идет и Роспотребнадзор. Далее Галина Ершова. В ногу со временем под таким девизом в Рязани отметили Международный день потребителя. Акцент сделали на просвещение населения в области интернет-торговли. В ходе опроса выяснили, что особой популярностью у рязанцев пользуются иностранные сайты. Лидером стал Алиэкспресс. А вот крупные российские игроки, такие как М5МОЛ и Эльдорадо, пока не до конца вышли на цифровой рынок. Тем не менее, активность сети набирает обороты. И в прошлом году в Роспотребнадзор поступило 37 обращений граждан, которые заказали некачественный товар в интернете. Прежде чем заказать товар, надо изучить отзывы, отклики, понять, если там будет написано из 10 человек, что 9 товар не был доставлен, я думаю, с таким потребителем, с предпринимателем уже и с интернетом общаться не стоит. Законодательство тоже не стоит на месте. Сейчас ведется разработка документов, полностью регламентирующих интернет-торговлю. Уже известно, что скоро вступят в силу новые штрафные санкции. Санкции наложены на граждан, которые занимаются этим. Они могут быть не зарегистрированы, как индивидуальные предприниматели. И это там от 3 до 5 тысяч. И на юридических лиц будет от 100 тысяч до полумиллиона. Также стоит отметить, что в России запрещена розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом. Благодаря обращениям небезразличных граждан, в суд Рязанской области уже направлено 7 исковых заявлений. На сегодняшний день все сайты заблокированы Роскомнадзором. Роскомнадзором по решению суда их деятельность приостановлена. А один из сайтов самостоятельно исключил алкогольную продукцию из своего ассортимента. В настоящее время нами подготовлено еще 6 исковых заявлений. Один момент у нас сегодня уже вчера рассматривался, если видели все в интернете. Они маскируются и называют, если там раньше был алкоголь, тема алкоголя, то сейчас суши, под эту суши или шашлычок, и под этот шашлычок происходит торговля алкогольной продукцией. Помочь в выявлении нарушений может каждый. Для этого с полученной информацией вам нужно обратиться в Роспотребнадзор. Ведь продавцы, некачественно оказывающие свои услуги или торгующие запрещенной продукцией, не должны оставаться безнаказанными. Сотрудников пожарной службы МЧС мы привыкли воспринимать исключительно как тех, кто ликвидирует возгорание. Но на тушении огня работа спасателей не заканчивается. К делу приступают их коллеги-эксперты, которые выясняют причины возгорания, обстоятельства пожара и другие детали. О нелегкой и крайне ответственной работе экспертов пожарной службы МЧС расскажет Валерий Седов. Тайное всегда становится явным. Эти слова можно смело сказать про Рязанское судебно-экспертное учреждение пожарной службы. Ее специалисты исследуют каждый сантиметр и способны точно сказать, пожог это или техническая неисправность. Наши судебно-экспертные учреждения созданы для обеспечения деятельности Государственного противопожарного надзора, а также повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами. Лаборатория основана в 1965 году. Ее основными задачами являются расследования по делам о пожарах. Также они проводят испытания в области пожарной безопасности. Кроме того, в лаборатории проводится исследование веществ и материалов, изделий, оборудований, конструкций, но восстановление их пожароопасных свойств. Сотрудники экспертной лаборатории приезжают после тушения пожара, а иногда и непосредственно в его время. Именно в этой форме пожарно-технические эксперты и приезжают на возгорание. Сотрудники лаборатории показали на конкретном примере, как проходит работа. На обычный деревянный брусок капнули немного бензина и подожгли, а после промыли водой с моющим средством, имитируя пожарную пену и возможные осадки. Но даже после такой обработки, с помощью газоанализатора, можно определить следы легковоспламеняющейся жидкости. После этого образец изымают с места пожара и исследуют в лаборатории. В этой лаборатории мы проводим химические исследования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, образцы которых нам удается изъять с места пожара. Непосредственно вот этот прибор, газовый хроматограф, позволяет установить конкретно вид вещества, применяемого для поджога. Можно определить, если касаемо бензина, его марку и степень его выгорания. При наличии обширной базы бензинов со всей России, возможно даже определить производителя данного топлива. По показаниям приборов можно определить, произошло ли в проводах короткое замыкание после пожара или стало его причиной. Существует два способа это сделать – разрушительный и неразрушительный. Второй метод позволяет проводить исследования не один раз. Также в работе применяется и тепловизор. Выехали на пожар, мы его разграфили, обозначили каждую точку, провели измерения в каждой точке. И вот эти данные, после того, как обобщили их, построили поля распределения температур. Вот такое расположение очага пожара чаще всего нам говорит о том, что здесь был поджог. То есть никаких технических средств, ни двигатель, ни электропроводка, ничего здесь нет, кроме как занесенный извне источник зажигания. Для специалистов судебно-экспертного учреждения сегодня практически нет ничего невозможного. Установить причину пожара удается практически в 100% случаев. Квалификация сотрудников и наличие современной материально-технической базы позволяют успешно решать все задачи, поставленные перед экспертными учреждениями Федеральной противопожарной службы на территории Рязанской области. Во второй части выпуска вы увидите. Жители Рязани сами выбирают бренд города. Как читают незрячие, рассказали в библиотеке для слепых. В художественном музее работает выставка пейзажистов из разных эпох. Книга «Лучший друг человека» – истина, известная с древних времен. Но как быть тем, кто не имеет возможности читать в связи с отсутствием зрения? Для таких людей изобретен особый шрифт и издаются специальные книги. Довольно дорогое, правда, удовольствие. Вот почему многие предпочитают посещать специальные библиотеки для слепых, которые значительно отличаются от привычных нам книгохранилищ. Чем именно, расскажет Алена Куколева. Сегодня сотрудники Рязанской специальной библиотеки для слепых провели для своих читателей необычное мероприятие – тактильную экскурсию. Участникам рассказали об истории и дали возможность ощутить бумагу разных веков. Все экспонаты представил Рязанский госархив, а экскурсоводом выступил его заместитель и историк Дмитрий Филиппов. Цель очень простая – дать возможность людям, которые не всегда могут увидеть что-то, ощутить на ощупь то, что для работников архива является повседневностью. Это бумага XVIII-XIX века, это перья гусины, которые написали, это чернильницы разного времени. То есть тот предметный мер, который связан так иначе с письмом, но который в силу понятных причин для определенной категории людей, к сожалению, недоступен. Ну вот, а потом, поскольку мы еще имеем дело с историческим артефактом, я думаю, тоже определенный такой момент, который будет интересен всем сегодня присутствующим здесь. Рязанская областная специальная библиотека для слепых – крупнейшая в городе специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих. Ее фонд насчитывает около 100 тысяч единиц хранения – обычных плоскопечатных книг с укрупненным шрифтом для слабовидящих. Книг на Брайле, аудиокниг, специализированных журналов, кассет, дисков, флешек и прочих незаменимых источников информации. У нас есть книги-библиотеки на шести форматах. Это Брайлевская литература, это рельефно-точечный шрифт, чтение пальцами, осязаемое слово, говорящие на дисках, на флешках, на кассетах. Также есть плоскопечатные у нас книги. Работа с инвалидами требует много энергии и большой отдачи. Поскольку библиотека специальная, то и посетители у нее особенные. Самое главное – это индивидуальный подход каждому читателю. Нужно изучить читательские интересы, какие жанры почитает. Сотрудники учреждения всегда готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. Жители Рязани могут как самостоятельно приходить за книгами, так и делать заказ на доставку. Надо можно заказать книги. Читатель нам звонит, говорит, какие ему книги по авторам, по жанрам. То есть конкретно мы находим книги и перезваниваем, когда мы их привезем. Классику берут всегда, перечитывают, потому что классику не хочется перечитать. Но сейчас еще преобладает такое досуговое чтение. Детективы, фантастика, любовные романы. Также историю очень любят. Если в обычном издании произведение умещается на трехстах листах, то в Брайле оно растянется на десять больших томов. Поэтому современные подписчики библиотеки все больше предпочитают слушать книги. Они часто приходят просто пообщаться с нами. Мы с ними говорим, беседуем о прочитанном, делимся. Даже вот не только я советую, что им прочитать, но и мне многие читатели тоже говорят, вот, прочтите вот это, мы вам это рекомендуем, вам точно понравится. Пользусь услугами библиотеки, ну, очень давно. Особенно вот брал книги, записанные на магнитофонные ленты, на диски, на кассеты. Читатели приходят в библиотеку не только за книгами, но и за общением, и за добром, чтобы получить его и отдать. А как правило, если кто-то приходит, то остается здесь надолго. Внутренний туризм – словосочетание, которое в последние годы можно услышать очень часто. Со всех сторон нам твердят, что не обязательно ехать за моря и океаны в отпуск. В родной стране есть множество чудесных, неизведанных мест. Каждый город, каждый край стремится создать свою мини-презентацию, благодаря которой желающие приехать могут создать первоначальное представление о регионе. Бренд города по задумке должен порождать главные ассоциации в сознании туристов. Рязань может стать одним из первых городов России, где такой бренд появится. Мало того, в его разработке принимают участие и сами горожане. Недавно, например, разработчики встречались со школьниками и студентами. Разработчики подчеркивают, что речь идет не о логотипе города или сугубо туристическом бренде. Проект должен быть понятен как гостям города, так и местным жителям, власти и бизнесу. И в первую очередь это большая идея. Бренд – это стратегия. Стратегия – это идея, большой идея города, которая включает в себя все сферы жизни. Вот мы делаем такую марку города, которая объединит в себе то, что делает город непосредственно сам, то, что делает город в сфере туризма для внешних каких-то потребителей, и то, что делает город внутри, то, что делает производитель, то, что делает бизнесмен, то, что делает любая какая-то общественная инициатива. Специалисты уже обсудили свои идеи с предпринимателями, экспертами, активистами. Вчера встретились со школьниками и студентами. Организаторы отмечают, что важно учитывать мнение подростков и молодых людей. Их идеи помогут взглянуть на многие вопросы нестандартно и непредвзято. Так как мы делаем стратегию, так и история на будущее долгая, связанная с будущим. Соответственно, мы разговариваем с молодым поколением, узнаем об их видении города, об их видении тех возможностей, которые должен город предоставлять. Участники таких ворсайт-сессий заполняли специальные карты, формулировали текущие тренды и пытались представить себе те, которые возникнут через 5 и 10 лет. Одна команда работала над темой туризм, другая – над темой бизнес. Наша задача теперь, собрав все это исследование, придумать идею, которая даст этот вектор развития. И скажет, чем Рязань отличается от любого другого города в нашей стране. Кстати, в 2013 году в Рязани уже думали над брендом города. Вариантом стала вот эта разработка, в которой Рязань представляется как березовый край. Но ни горожанам, ни представителям общественности новый бренд по вкусу не пришелся. Оно и понятно – Рязань славится не одними березами, и березовый край вряд ли привлечет инвестиции в регион. Еще раньше, в 2010 году, визуализация предложенной концепции выглядела вот так. Первая попытка брендинга показывает, что из основных направлений конкретизации образа Рязани выделялся более всех «Рязань – город, рождающий героев». Разработка оказалась невостребованной. Что будет предложено для города уже совсем скоро, зависит от ближайших действий активных рязанцев и власти. В Москве с 11 по 13 марта прошла 12-я международная специализированная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». В ней приняли участие и рязанцы. О грандиозном и красивом мероприятии, которое состоялось в выставочном центре «Крокус-экспо», подробнее расскажет Наталья Новикова. Мероприятие было предназначено для продвижения национального турпродукта и развития отечественной туриндустрии. В 12-й по счету международной туристической выставки «Интурмаркет» приняли участие представители 81 региона России и 12 стран мира. Впервые регионы Центрального федерального округа выступили единые экспозиции. Стенды были объединены общей символикой. На территории экспозиции была оборудована сцена, на которой проходили презентации регионов ЦФО. Рязанская область представляла творческое объединение «Артели». Рязанцы презентовали ролик о Рыбновском районе, наглядно показав, что даже небольшой населенный пункт не только может иметь свою богатую историю, но и быть привлекательным для туристов. Наш район очень маленький. Мы хотели просто показать, что в этом районе есть. Легко снимать на море, легко снимать горы. Мы показали людей. Всего в рамках выставки прошло более 150 мероприятий. Она стала площадкой для коммуникации представителей органов исполнительной власти и туристического сообщества по вопросам развития туризма и смежных отраслей, а также презентации туристических возможностей регионов и налаживания деловых контактов. 2017 год объявлен в России годом экологии не случайно. Это в очередной раз подтверждает особенное внимание к матушке природе на самом высоком государственном уровне. Любовь к родине, родной природе всегда была одной из отличительных черт русского человека, и это отразилось в искусстве, литературе и живописи. В Рязанском художественном музее открылась выставка, посвященная русскому пейзажу. Пейзаж – один из самых распространенных видов изобразительного искусства, однако в русском искусстве он получил самостоятельность довольно поздно. Только в конце 18 века природу стали воспринимать как достойную живописи тему, а не как фон для, скажем, портретов. Но даже тогда художники предпочитали русскому пейзажу парадные виды Италии или городские панорамы. Попытались мы охватить историю развития этого жанра, именно русского пейзажа, с первой половины 19 века до, собственно говоря, последних лет. И здесь представлены работы первой половины 19 века. Это такие классические усадебные жанры Надежды Александровны Дубовицкой. И они, собственно говоря, наверное, на этой выставке одни из самых ранних пейзажных вещей. На выставке в художественном музее работы выдающихся мастеров 19 века. Реалистические пейзажи, полные красоты и экспрессии. Игра света и точность деталей в полотнах признанного знатока русского леса Шишкина. Тонкость исполнения графики Саврасова. Графика автора, кстати, является редкостью в музейных коллекциях. Есть здесь и работы Левитана, подтверждающие его выдающиеся способности мастера натурного этюда. Данная выставка, она действительно позволяет увидеть произведения наших ведущих художников-пейзажистов. Это 6 или 7 человек, то есть ныне действующих, работающих. Помимо этого, и Большая школа пейзажа, она основана на том, что уже сделано. Это в 19 веке, то, что мы здесь видим в больших залах. И, разумеется, современные художники, они не только смотрят и восхищаются, но и учатся на примерах настоящего классического искусства. Увидеть в залах музея можно и работы рязанских художников. Пейзаж всегда занимал ведущее место у живописцев нашего края. Определенное место уделено и нашим рязанским пейзажистам. В первую очередь к мастерам, имеющим отношение к рязанской земле, следует отнести Виктор Иванович Иванова, нашего классика отечественного искусства. И его философские минималистичные пейзажи действительно заставляют думать и размышлять. Ну, а среди других наших рязанских пейзажистов это работы Виктора Минкина, Виктора Корсакова, Грушиновицкого. Наряду с реалистическими пейзажами, отражающими скромную красоту непритязательных мест, в зале представлены полотна авторов, идеализирующих русский пейзаж. Это пейзажи конца 19-го, начала 20-го века. Испытали на себе влияние импрессионизма, ориентированного на быстрое, почти случайное впечатление от пейзажной сцены. Особую часть выставки составляют работы мастеров 20-го века. Они отличаются глубиной и цельностью восприятия природы. Увидеть разнообразие пейзажей русских живописцев можно до 10-го апреля. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».